Шапотная доска, и на ней стоит король. На самом деле ответ не зависит от начального положения короля, но это мы потом докажем, а сначала пусть он стоит в конкретной точке. Например, более-менее в центре доски. Итак, вот там доска, здесь стоит король начальник. Два игрока по очереди двигают этого одного и того же короля и рисуют, как он идет. Ну, например, игрок берет и переводит его до эфира. Здесь стоит нулевая точка, сейчас передвигается, дальше передвигается, например, сюда, дальше сюда. Ну и так. При этом запрещено делать ход строго назад. Но если король пересечет свой путь, то тот, кто это переделал, тот считается победителем. Понятно? То есть цель не ступить на свой путь. Вот, например, если кто-то сделал сюда ход пятый, то дело это шестой ход и шестой выиграл. Шестым ходом выиграл. Ну, смотрите, это первый игрок сделал, поставил на нитру, второй поставил на четкое число. Первый, второй, первый, второй. Отлично. И вот у нас получается, что выиграл второй игрок. Если игра происходила вот так. Вопрос. Как правильно играть? Делать ход строго назад нельзя. То есть вот вам разрешены все поля, кроме того, на котором король только что стоял. Вы начинаете с фразы, которая очевидно неверна. Что выиграть может любой из них, выигрышная стратегия будет такая. Смотрите, я беру у вас выигрышную стратегию за первого и беру у вас выигрышную стратегию за второго. После этого ставим двух людей. Один выигрывает за первого, другой выигрывает за второго. Получается, что кто-то из них все-таки докажет, что вы неправы. Получается? Можно? Кто первый, кто тоже? Не бывает, чтобы у вас была главная инижная стратегия. Должно? Ответ. Да, пожалуйста. Можно разрешать? Пожалуйста, пожалуйста. Хотите сыграть? Да. Отлично. За кого? За первого или за второго? За первого. Вы хотите играть за второго игрока. И вы хотите выиграть. Ну, давайте я схожу сюда. Хорошо, садитесь. Вы обещали выиграть за второго и не смогли это сделать. А вы будете. Да. Вы за кого? За первого. А? За любого. За любого. Ребята, я с таким дел не имею. Если человек говорит, что за любого, то ему надо предложить сыграть самому с собой. А мы за первого. Вы будете, да, я могу выиграть и за первое, и за второе. Сыграйте сам с собой за вы. Кто из вас двоих выиграет?